Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки и Ниндзя Легенды. Ну что, заверем с тобой ежедневные награды. Так, открыть колоду, это я сделал. Давай-ка здесь бесплатно откроем еще одну колоду. И выпадает нам 5 бакинских. Итого 717 долларов, ну маловато конечно будет. И приступаем к ежедневкам. Пройдите серию испытаний. Так, ну что, мы уже зашли на второй круг, как ты видишь. Скоро пойдем бомбить Крэнга. Так, а пока возьму Армагона, Бакстера плюс Майки, потому что мне нужно хильнуть Армагона. Возьму, наверное, Ваньку и Леонардо. Вот такой командой сейчас попробуем. Так, ну в первую очередь, конечно, нужно хильнуть мне всех. Давай, Майки, будь добр. Вот, совсем другое дело. Все целенькие, здоровенькие. Можно теперь спокойненько бомбить Пиццелицева. Ой. А, провокация стоит. Я думаю, почему вроде ставил на Пиццелицева. Ну-ка, смертельную волну. А теперь попробуем... А давай кастетом. На тебе. Так, минус Маузер. Стоят, голубчики, да? Ну, давай волунчиком тогда их немножечко взбудоражим. Ты смотри-ка, а. И не упали, главное. Вот и Геноид спать. А давай Маузеров вызовем, да и все. Чем-то будем поодиночке каждого бомбить. Вот так вот будет нам попроще. Ну что, серию испытаний мы прошли. Двигаемся тогда дальше. У нас там будут бои. На данный момент бои будут, ну, сразиться в 10 боях, как ты помнишь, да? И в 3 сложных боях. Это делается у нас, конечно же, по принципу бои без боев. То есть, за сыр. Кстати, ребят, 335 осколочков. То есть, мы на этой неделе получаем 70 осколков. И, соответственно, переводим одного из наших бойцов в платиновый ранг. Вот теперь, теперь вы можете мне писать, кого мы переведем. Подождите секундочку, сейчас я еще раз лишний убежусь, что нам... Да, 75 платиновых осколков. Это за Лигу Мастеров 3 звезды. Так что, друзья мои, давайте-ка заранее подумаем, кого мы будем переводить в платиновый ранг. Ну, а пока, давай-ка мы, наверное, прокачаем. Во-первых, поднять уровень. Мы с тобой... Магман имеет соточку. Крысиного короля будем качать до сотого? Или же все-таки будем качать кренга? Вот в чем вопрос. Так, 12 знаков нам нужно найти. Поехали. Начнем. Так, пока нам ничего не дают. Здесь тоже не дали. Ага, один есть. Нам нужно еще 11. 11 этих номеров, знаков. Они, как видишь, не особо-то и жаждут. Это уже 2. 3. 3 номера есть. 4. 5. 6. Ну, е-мое, ну давай. 6. 7. 7. 8. 9. 10. Совсем немного осталось. Еще 2. 11. И последний находим. Все, ребят. Прокачиваем до третьей ступени. Вот это я понимаю. Так, ну что, нам тут надо будет найти потом 12 кружек и... Сколько? 6. 6 ноутбуков Дони. В принципе, и кружки нормально ищутся. И вроде бы ноутбуки тоже неплохо выпадают. Здесь забираем награды. И поднять уровень персонажа. Блин, я вот не знаю. Давай, наверное, все-таки мы прокачаем Кренга. Уже 60 уровень. Отлично. Ребят, 62 левел. Замечательно. Напиши в комментариях, что будем делать. Все-таки прокачивать Кренга на соточку? Или докачаем Крысиного Короля? Как говорится, от вашего желания будет дальнейший исход. Что мы будем здесь все-таки делать? Так, а я забираю здесь награды. Так, ну что, жетоны я собрал. У нас в данный момент сколько их? Количество-то тут не показывается. Давай-ка в магазин зайдем, посмотрим. 405. Ну что, ребята, совсем немножко нам остается, да? Чтобы прокачать этого бейбобчика. На испытаниях сцены насилия, либо же городская война тени на солнце. Даже не знаю, что лучше и проходить. Наверное, то, что проще. Ну, пока мы все-таки пойдем на арену. Так, Лига Сегунов, две звезды. Ранг, как ты видишь, у меня 60-й. Давай потихонечку приступать. Так, 60-й уровень здесь. Ну, давай я возьму Армагона. И Армагон уже, наверное, будет через себя пропускать вот этих вот слабых наших бойцов. Буквально до 70-го уровня. Где-то 68-й, 70-й. Там же, хочешь не хочешь, придется уже брать второго сильного бойца, который будет нашу команду вытягивать. Ну, а пока Армагон, как говорится, справляется в соло. Так, дельная победа. Кто бы сомневался, двигаемся. Так, переходим с тобой на 41-ю позицию. Отлично. Друзья мои, кто пишет мне в комментариях, что не может войти в игру, пишет там, типа, загрузка, да, или обновите игру. Я имею в виду те, кто именно на мобильных устройствах играет. Первое, что бы я хотел сказать, почистите память, место. Когда в свое время я тоже играл, на мобильнике вот такая вот постоянная перезагрузка, или пишет, что, типа, загрузка, интернет отсутствует, это, скорее всего, не хватка места у вас на мобильном устройстве. Поэтому удалите лишние игры и перезагрузите. Должно помочь. Если какая-то другая проблема, то попробуйте через VPN. Поставьте себе мобильный VPN-чик какой-нибудь там простенький, дешевенький, и у вас должно, в принципе, срабатывать заход в игру. Если кто-то не может понять, почему у меня в некоторых играх заходит через аккаунт, который присоединен к Facebook, опять же, ребята, через VPN. Ставлю VPN, он связывается с Facebook, соответственно, берет оттуда мои данные и заходит в игры. Это именно те, которые непосредственно... Аккаунт подключен к Facebook. Также есть Google Play, поэтому тут два варианта. Либо через Facebook заходить, либо через Google Play. Но, опять же, через VPN все это работает. На чистую, вот так вот, если играть без VPN-ки, ничего не получится. Зайти ты не сможешь. Не получится. Как бы, в принципе, и все. Больше тут никаких рекомендаций и не нужны. Потому что уже много там. А почему ты можешь зайти, а мы, например, не можем там? У меня вот была такая же проблема недавно. Буквально я не мог зайти в две игры. Это мир юрского периода. И не мог зайти в этот, скажи мне, в Дракон и Ссадники Волуха. Просто не мог зайти. Он меня выкидывает на начальную страничку. Могу зайти только как гость. Но если я захожу как гость, соответственно, у меня все сбрасывается. Его даже некоторые до сих пор видели, да? Когда я играю в Дракон и Ссадники Волуха, у меня до сих пор аккаунт не может подключиться к Google Play. Только через Facebook мои данные загружаются. Вот и все. Такс, ну что, давай попробуем. Я сейчас испытаю Макмана. Он у нас сотый уровень, прокаченные у него скиллы. Сможет ли он здесь в соло справиться? Проверим. Опа. А Бакстер Стокман и ему, как говорится, не по зубам был. Надо это учитывать. Причем здесь не самый максимальный уровень у нашего противника был. Ну вот делайте, как говорится, выводы. Друзья, а мы уже переходим с вами в Сегун. Три звезды. Ну что, попробуем сегодня до мастера дойти. Может быть даже две звезды. Было бы, конечно, неплохо. Потому что неделька потихоньку заканчивается. И скоро у нас будут награды. Награды, ты сам знаешь, на этой неделе очень даже шикарные. По крайней мере для меня. Потому что кролики мне нужны. И 50 ДНК для них это просто как манна небесная. Именно на этого персонажа. Это самый дорогой персонаж. Именно в плане накопления. Упс. Рокс, иди ты что? Спать, я сказал? Стоит мне там, выпендривается еще. Замечательно. Ну что, сейчас я думаю быстро у нас здесь пробустится все. До лиги мастеров мы пройдем буквально на одном дыхании. Только вот что-то они все время дают 16.21, 16.21. Никакого повышения я не вижу. Никакого повышения. Так, давай, Шерендер, выходи. Джастин, отвали пока. Раз, два, три, четыре. 20 откатов. Но, в принципе, если сейчас пока мы будем с тобой по одному персонажу брать и отыгрывать своих слабеньких бойцов. Да, да, нам должно, в принципе, хватить до лиги мастеров одной звезды. И там уже придется, скорее всего, когда будет уровень 70 и 71, придется уже брать двух бойцов. Соответственно, откаты просто начнут таять на глазах. Вот, 16.22 уже дают. Но здесь можно взять, в принципе, Дони, можно взять Рафаэля, Майки. И, допустим, вот таких вот двух. Не самых там крайних, а где-то посерединке. Расчет идет на что? На уклонение, во-первых. Во-вторых, Донателло делает свою массовую атаку. Рафаэль, конечно же, со своей контур-атакой. Вот здесь вот, конечно... Блин, Эйприл будет хилять же, да? Ладно. У меня просто нет другого варианта. Я могу, конечно, ее уничтожить, но я боюсь, что... Так, добей его, пожалуйста. Спасибо. Хильнет? Так, слышу, тоже крышка, по идее, должна быть. Ммм, крепкий малый. Ну, Эйприл, само собой, хиляет команду. Давай, Лео, жги. Слабый какой-то удар. Ах ты, Дони. Ну, мы выжили здесь. Несмотря на то, что Донателло у нас оглушен, но все равно, ребята, имеет возможность атаковать противника. Так, Майки, давай. Точнее, кто у нас? Не Майки, у нас идет сейчас... Рокстыдей. Давай попробуем так вот взять. Нарок. Све, е-мое. А если вот так вот? Отлично. Все, прекрасно. Здесь мы справились. Но я тебе говорю, если Рафаэль даже оглушенный, он стоит в провокации, и если его убьют, он все равно, ребята, сдачу дает. Так, 44-я позиция. Шикарно. 44-я позиция. Так, кто у нас тут еще? О! Усаги и Дзимбо. Плюс Зек. Как ты думаешь, справятся наши два молодчика вот с этой командой? Зек плюс Усаги. Ну, я думаю, что справятся. Начнем с Усаги. Подожди. Усаги быстрее, чем Зек? Опс. Вот это что-то новенькое, друзья. Вот это что-то новенькое. У нас же обычно Зек всегда был первым. Всегда ходил первым. А сейчас его переплюнул Усаги. Тут, в случае, в игре ничего не поменяли? С какого вдруг перепуга Зек-то у меня ослабел? В плане инициативы. Очень интересно. Так, 16-22. Ну, что у нас тут остается? Крис, Железноголовый, Джастин. Ну, давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Такой командой пойдем. На Джастина я даже внимания не обращаю. Зная я его инициативу, ни в чем, блядь. Так, морозилку надо в первую очередь, наверное, отсюда убрать. Дальше провокацию берем на Тимоти. Смотри-ка, он делает доп. защиту себе. А если мы ракеты выпустим? Хорошо, а если так еще сделать? Так, Тимоти, ты, главное, держись. Там у меня не падает духом-то. Малорик спинтер. Так, давай-ка мы проникающим. И сделаем точный удар. Фигня какая-то получилась. Ну, давай, Тимоти, не спи. Да ёк, макарек, ну что это? Подожги его. Есть. Железноголовый нам помог. Со своей пушкой-огнеметкой, так сказать, поджег Рокстаги. И куда же мы попадаем? Одиннадцатое. Семнадцатое. Семнадцатая позиция, окей. Шестнадцать-двадцать-двадцать-два. Очень долго почему-то длится вот этот вот ранг. Именно шестнадцать-двадцать-два. Но у нас есть пока еще свои резервы, свои силы. Поэтому поэкономим откаты. Ну, бойцы у нас все слабее и слабее становятся. Здесь я возьму, наверное, провокацию в первую очередь. Тем самым усиливая союзников рядом стоящих. Поехал. Так, молодец, Шархан. Имунку вешает. Иммуночку. Ну что, тут, ребят, естественно, мы на них не повесим дебаф, пока у них иммунка висит. Давай, крысиный король. Замечательно. И добивка. Ну, неплохо. Я считаю, неплохо сейчас получилось у нас все. Крысиного короля, конечно, бы до соточки прокачать было бы идеально. Но, выпишите. Либо крэнк, либо все-таки крысиный король. Так, а у нас шестнадцать-два уже... Шестнадцать-двадцать-два уже даются на постоянке. Да, я так понимаю. Может быть... Дадите мне шестнадцать-двадцать-две, хотя это маловероятно. Ладно, фиксим. Так, шестьдесят-шестой уровень у противника. То есть, пока мы можем еще своими силами. Своими силами. Но я тебе сразу скажу, что силы наши здесь неравномерно будут против этого противника. У него, если скиллы прокачаны по фулке, то у нас, конечно же, намного меньше. Вот смотри, видишь, уже карайке досталось как. Блин, лишь бы они ее не уничтожили. Давай-ка, паукус. Красавчик ты мой. Видел, как он сделал? Вот так вот, ребята, паутинкой всех добил. На что я вообще не рассчитывал, если честно. Так, мы попадаем на восемьдесят-двадцатую позицию. Ну что, возьмем, наверное, вот эту команду. Я беру Армагона. По идее, он должен один справиться. По идее. Так что, давай-ка попробуем. А прикинь, если не справиться, вот это будет трэш. Это будет трэш для моих бойцов, потому что я их начну сразу тут распиливать. Нет, Армагон, все нормально, ребят. Все делает четко в установленном, так сказать, режиме боевом. Всех забомбашил, ну и мы, соответственно, подвигаемся. Возможно, все-таки сегодня возьмем Лигу Мастеров Две Звезды. А это уже практически победа. Там придется всего лишь один ранг поднять. И все. Ладно, возьмем тогда вот так вот. Шестьдесят-седьмой уровень. Опять же, шестьдесят-седьмой. Но уже шестьдесят девятый здесь присутствует. То есть, практически семидесятый левел противников. Я думаю, Армагон здесь, если что, справится. Еще на всякий случай здесь взял Крэнга. Мало ли, что пойдет не так. Может быть, как-то сможем отбиться, но все у нас идет как нужно. Идеальная победа, как ты видишь, и мы двигаемся дальше. Сейчас будет пятидесятая, да, наверное, позиция? Пятьдесят вторая. Ну, отлично. Отлично. Неужели дают 17-23? Ну, и сам понимаешь, уровень сразу, насколько скаканул. Семьдесят четвертый. Тут уже не забалуешь. Поэтому начинаем переходить к тяжелым, как говорится, бойцам. А именно, Супер Шреддер плюс, например, Армагон. И уже вместе с ними идет наш слабенький состав. Только так мы отыгрываем наши, как говорится, боевые позиции. Ну что, пульнем, наверное, да, хорошечно? Этого будет достаточно? Нет, недостаточно. Армагон, добивай. Все. С 52-го места, наверное, сейчас поплюнем где-нибудь... Либо 42-ое, либо... Либо 40-ое вообще. Оу, даже 38-ое. Так даже будет лучше. Так приятнее. Так, опять же берем Армагона. Опять же берем Шреддера. Уже не так, как говорится, много у нас персонажей. Но все-таки пока есть. До лиги мастеров две звезды нам должно хватить. По идее. Поехали. Ну что-то ты как-то слабо Шреддера здесь сыграл. Всего лишь две постепенки повесил, получается, да? Ну да. Но ты не забывай, что уровень противника тоже растет. С каждым боем. Поэтому можно сказать, что это, в принципе, неплохо было. Так, давай 20-ую позицию мне. 23-я. Ну, то есть два поединка еще нужно будет отыграть. 16-23. Давай мне 16-23. Что-то... Во, даже 17-23. Откат. Откат. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну что, ребят, еще где-то три поединка у нас остается. Этого должно нам хватить, чтобы перейти в следующую лигу. Так, ну вот здесь вот нормально. В принципе, ударил. Постепенка не повесилась только на Хана. Ну, а так как Хан у нас... Именно по защите ватный. Тут, в принципе, победа была уже гарантирована. Ну что, какую дают нам позицию? Восьмую. Все, ребята, уже один поединок и мы перейдем в следующую лигу. 17-23. Есть такое дело. Берем Армагона. Берем Супер Шредера. Раз, два, три. Так, точно у нас там все отыгрались? Да, абсолютно все. Раз, два, три. Раз, два, три. Слушай, как раз еще два поединка, но не считая вот этого. То есть, мы даже немножко с тобой закрепимся, да? Что очень даже будет хорошо. Замечательно. И добиваем с помощью Армагона. Ну и все. В принципе, сейчас уже переходим в лигу мастеров. Две звезды. Так, точно. 94-я позиция и... Двигаемся дальше. Возьмем, наверное, вот эту вот команду. Армагон плюс Супер Шредер. Раз, два, три. Кто-то мне писал в комментариях, что пускай следующий персонаж будет прокачанный в платину Эйприл Кунаичи. Такие были пожелания. Кто-то мне все время пишет про... По-моему, какого-то Майки. Про Микеланджело. Типа он имба. Я, правда, не знаю, почему он имба. Если честно. У нас есть один Майки, прокачанный по Фулкиной. Но сказать, что он имба, я не могу, ребят. Может быть, он как хиллер имба. Может быть, как уклонист имба. Но в плане боевки он далеко не супер-пупер. Я думаю, вы догадались, про которого я говорю Микеланджело. Ну что, последний поединок у нас на арене. Да, откатов, конечно, очень мало. Всего шесть штук осталось. Ну, плюс десятку мы еще с тобой набьем, да? Шестнадцать. Будет. Ну, в принципе, для того, чтобы подняться в одной лиге, сколько нам нужно. Пять боев этого, конечно, мало будет. Где-то десять. Десять боев нужно сделать. И это по два отката. В общей суммарности двадцать откатов нам нужно. И все будет у нас зашибись. Ну что, ребята, а с ареной мы заканчиваем на сегодня. Посмотрим, на какое место мы с тобой переведемся. Я думаю, где-то будет семьдесятый, да? А, шестьдесят восьмой даже. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Так, нам нужно сколько здесь? Ну, сто двадцать, сто двадцать пять жетонов. Так, а какой взять-то лучше? Ну, давай вот это, предположим. Возьмем. Подожди, подожди, подожди. Нет, 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 нет. Сцены насилия не будем, нет. Там этот... Робот глючный. Поэтому рисковать не будем. Пойдем вот здесь вот. Ну, ты понял. Там у нас маузер, который глючит. На одной из миссий. Я его, в принципе, сейчас, в данный момент, конечно, смогу разобрать с полтычка. Ну, пойдем вот здесь вот проходить. Нам какая лица, где жетоны фармить, верно? Помнит кто-нибудь из вас, как появился вот этот вот таракан? Помнишь, когда Донателло, вроде бы, да, прикрепил видеокамеру к спине таракана и мог, типа, записывать и наблюдать, да? Типа, сделать такую хитрую ловку. А потом таракан этот упал в мутаген, где он, естественно, соединился с этой камерой. И он такой вот стал механизированный тараканчик. Поехали. Который еще, причем при этом, восстал против черепашек. Так, сейчас мы здесь разберемся. Так, здесь тоже у нас дроны эти никчемные. Эти дроны, я так понимаю, судя по их повязкам, они, наверное, хотели сделать из них что-то подобие черепашек, да? Ну, какие-то неудачные версии. Видишь, типа, это Донателло, это Леонардо с повязками с такими. Так, ну что, здесь тоже не прошли. Я не знаю, до какого... Нет смысла, наверное, полностью проходить это событие. Сколько у нас тут? 25 жетонов, да? Будет. Ладно, поехали. Мне просто... Чем больше жетонов мы с тобой будем получать, тем лучше. На самом последнем этапе, по-моему, если не ошибаюсь, там до 40, до 45 жетонов можно выудить. Так, опять у нас здесь все эти тараканы, бронированные. И последняя волна. Уровень у них 30-ый, поэтому бомбим их с полточка. Вот и все. Так, переходим и смотрим. Здесь сколько у нас? Ну, тут уже 30 жетонов. Можно получить в случае, ну, победы или удачного фарма. Погнали. Пока три волны, ребят. Ну, в принципе, быстро проходим. Наверное, это будет у нас последний этап. На нем, наверное, мы и остановимся. Хотя, посмотрю я сейчас после этого, сколько там будут давать жетонов. Если тоже 30, то нет смысла. Двигаться нам дальше. Переходим на последнюю волну. Здесь у нас, ну, сам видишь, до немайки. Морзильная кошка ей два стрелозада. Так, минус. И этот тоже минус. Окей. Покажите мне, пожалуйста, что у нас там получается именно по наградам. Здесь. Ну, ребята, здесь 30 и здесь 30. То есть, не вижу смысла. Ну, что, давай тогда остановимся тут. И начнем потихонечку фармить. Так, осколок. Два доллара. 30 жетонов. Кольцо крутости. Еще 30 жетонов. Карта. Еще 30 ник. Последняя попытка. 4 осколка. Ну, ребят, неплохо. Считаю, 3 раза по 30, это 90 жетонов мы с тобой получили. Нормально. Ну, вроде бы как и все. Здесь, ребят, я уже все собрал. Ну, то есть, жетончики у нас собраны. Здесь сейчас обменяю кое-что. Чтобы они стояли у нас как нужно, а не в хаотичном порядке. Все. Ну, что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok